Глава третья. Смерть Баруха. Дополнительное, отвечаю я учителю. Что дополнительное? Ой, нет, я хотел сказать условное, условное предложение. Что условное? Вы спросили, какое это предложение? Дополнительное? Сдержанный смех прокатывается по классу. Нет, это спросила твоя соседка. Я спросил, есть ли у тебя дополнительные вопросы, или тебе все ясно? Чего это он все повторяет? Тебя, тебе, с каким-то болезненным удовольствием. О каких вопросах он говорит? Есть ли у меня вопросы? Все ли мне ясно? Абсолютно не ясно, почему Барух вышел из склада до того, что пришли ребята? Элемелих говорит, он не хотел, чтобы обнаружили место после того, как раздался выстрел. Вчера умер. Позавчера был ранен в живот из собственного, неожиданно разрядившегося пистолета на нашем складе в Хайфе. Не дождался товарища, который побежал позвать наших людей. Дополз до ближайшего дома. Позвонил, попросил помощи. Хозяева, милосердные евреи, дали ему воды, позвонили о помощи в полицию. Когда трое наших вошли в дом за Барухом, пришла полиция, позвонила в дверь. Барух приказал ребятам уходить и прикрыл их уход ручной гранатой. Двое полицейских, еврей и англичанин, что гнались за нами, ворвались в дом. Еврей был убит. Гибнет тот, кто прыгает первым. Не всегда важно, за кем. Не всегда ясно, в помощь чему. Просто есть вот в жилах такая кровь, бросающая в прыжок. Когда начинают думать о направлении, можно между тем потерять шанс прийти первым. Когда товарищи скрылись, Барух начал уползать от дома на животе. Больно было ползти на разорванном животе. Но он больше не искал помощи человека. Он хотел умереть в одиночку, без помощи, снаружи, под открытым небом, в укромном месте, где нет дверных и телефонных звонков. Полз по шоссе, полз по песку, пока его не оставили силы. Полицейские догнали его. Врачи в больнице просили дать им возможность прооперировать и спасти Баруха. Но полиция была против. Следует добыть от умирающего сведения дорога каждая минута его жизни. Допытывались, угрожали. Барух даже не назвал своего имени. Только без конца его рвало кровью и беспрерывно просил воды. А не позволяли, чтобы его рвало кровью. Воду не позволяли ему давать. Вчера умер, так и не утолив жажды. Амос вчера вечером рассказал мне обо всем. Ни одна утренняя газета об этом не напечатала. У газетного киоска около нашего дома висят утренние газеты, прикрепленные к проволоке прищепками, висят, как черное белье. Но, может быть, киоскер повесил их сегодня по-другому, последней страницей наружу? В первой странице, естественно, нет дела до смерти Баруха. В последнее время первой странице нет дела до уличных сообщений. Она занята передачей излияний сердца. Очень же оно шумно, еврейское сердце, в последнее время. Есть ему о чем сообщить, что провозгласить, от чего возбудиться или умилиться. Есть ему что отвергнуть. Когда вулаконически бушуют музы, естественно, что не слышно пушек. Тем более для серых сообщений из ползучих будней почти нет места на газетных листах. Их можно отодвинуть в самый неприметный угол последней страницы. Ну а вообще, какие последние известия? Тоже не очень уж новы. Поиски оружия в кибуцах не ново. Мировая война еще продолжается. Так уже до окончания и будет тянуться на последней странице. Евреев продолжают душить в газовых камерах. Тоже началось не сегодня и не вчера. Годом раньше сообщением типа «Оставшиеся беженцы Кракова сожжены живьем» или «Исчезли 186 тысяч румынских евреев» еще было место на восходе на первой странице газеты. Но ведь это было раньше годом. Не было еще достаточно дыма. Кескер не повесил утром другой газеты. Ничего не изменилось. Он повесил ее сегодня, как и вчера, как и позавчера. И с первой страницы взывает ко мне во всю ширину воззвание участвовать в собрании протеста в Эрцисраэль и в Диаспоре. Тема «Открыть ворота спасения». Слева, чуть ниже, кто-то взывает о помощи. Цитата из речи или все же независимый клич «Спасите!» И продолжение во второй строке «Господи, не знай покоя!» Покой Господа нарушает и также взывает о помощи из газеты в ханжеске праздничной рамке главный равенат. Он просит от его имени спасти не только евреев Европы, но и весь народ Израиля. После атаки Эцеля, в которой было убито шестеро английских полицейских, взывает главный равенат именем Господа, Бога Израилева и его Торы, именем всего святого, ко всему народу Израиля и тем, кто был схвачен при совершении этого безумия, уйти из дороги этих опасных мерзких дел, которые могут накликать катастрофу, упаси Божия, на весь еврейский народ. Нет, нет смысла продолжать здесь искать баруха. Под этой рамкой нет места сообщению даже об одном, который уже ушел с дороги этих опасных и мерзких дел. Под этой рамкой есть лишь место для другой рамки, объявления палестинской полиции о премии за поимку террористов. Есть еще одна страница, последняя. Киаскер снимает газету. Несмотря на то, что и здесь есть окончание статей с первой страницы, она последняя. Большие заголовки о налогах, маленькие, о кражах и самоубийцах. И здесь ничего о смерти баруха. Раз нет заголовка, нет, вероятно, и плоти. Но между первой и последней страницами есть еще газетное нутро. Между заголовками и плотью есть у газеты и своя душа. И здесь, на внутренних страницах, далеко от уличных часов, рождаются не люди во плоти и крови. Тут рождаются проблемы. Тут в сумрачном предсознании известий есть время поразмышлять, изучить основы вещей, выход влеченной объективной сущности и проявить все свои критические способности. На внутренних страницах газеты «Арец» того дня я не искала баруха, но нашла нашу проблему, которую родила его смерть в мозгу автора главной статьи «Люди общественности». Там писалось «Помогите полиции раскрыть гнездо террористов, ибо невозможно освободиться от ощущения, что полиция могла бы арестовать трех товарищей раненого, если б смогла предвидеть направление их действий». Исходя из акции прошедшей недели, можно было предугадать, что раненый не потеряет полностью связь с товарищами. Надо было полностью потерять предосторожность, чтобы послать только двух полицейских в дом, откуда пришла информация. Конец цитаты. Нет, здесь была не только критика и не в совсем отвлеченной форме. Нередко в такой отвлеченности дается весьма конкретный совет. Интересно, какую утреннюю газету читает наш учитель по грамматике? Ему подходит читать газету с сохранительными традициями, серьезную и педантичную, как и эти, лишенные юмора, грамматические правила. Тут запятая, там точка, дыхание твое еще не завершилось, прерви. Точка и запятая. Начинаешь что-то спрашивать, но уже в процессе вопрошения ты не уверен, есть ли на твой вопрос единственный ответ, или вообще это недоразумение, и без всякого адреса, и ты пытаешься отступить, сбежать, но уже нет пути обратно. Начал свое вопросительное предложение, обязан завершить его вопросительным знаком. Ты расчувствовался, воспламенился, ты неожиданно опечалился. В твоем распоряжении лишь три несчастные точки. Одна, две, три. Это крайняя граница распущенности. Есть законы. Нет хаоса. Когда из твоего сознания выходят слова, обращенные ко многим, нет выхода. Они обязаны организоваться, одеться в единственную одежду, обрести совершенную дисциплину, скромные грамматические рамки. Но я любила законы и правила огласовки. В них была музыка. Эти комацы, шва, догеши. Вот стоят ноги и буквы без огласовки. Даже если одна рядом с другой, ты не обязан их читать. Ты можешь читать и можешь не читать. Но вот, словно насекомое, скрипнув, прыгнул под букву хирек. С жаждой скрипнуть, чирикнуть, почему же не подсвистеть ему губами? И так до тех пор, пока не придет, потах широкострунный и не откроет тебе горло. О-о-о! Как это может быть, чтобы преподаватель синтаксиса учил так же и огласовки? Я вижу его сейчас, поворачивающего ко мне спину, и лицо его обращено к черной доске. Так лучше. Для того, чтобы снова меня застать врасплох, он должен по крайней мере повернуть себя на 180 градусов. С чего это у него столько вопросов по утрам? Может, он вообще не читает утром утренние газеты? Если поковырять страницы за ужином, новости на кончике вилки, пусть немного устаревшие, но выуженные из утренней газеты, они менее раздражают, и их можно переварить.